Церемония открытия Олимпиады в областном институте развития адукации собрала 250 наученцев средних научальных установок из всех регионов Украины, города Минска, так само Лицея, Белорусского державного университета. У всех, кто трапил на заключный этап, переможцы районных и областных спаворництвов и тому яны, мают добрые шансы поспехово выступить на республиканском узровне. Проведение Олимпиад – это добрая махчимость для выявления талиновитых школьников. По словам организаторов, вдвоя приемно, что с каждым годом их колькость значно возрастает. И это при том, что и задания становятся больше складанными. Олимпиада – это интересное интеллектуальное спаворництво, которое проводится в тритуре, где лучшие, филологично одоранные учени спаворничают в своих ведах по мове и литературе. И нам вельми приемно отзначить, что с каждым годом якость подрыхтовки детей возрастает. И мы гоноримся тем, что наши учени шануют, берегут родное слово и выучают белорусскую мову. Узровень задания у Республиканской Олимпиады значно перевышает школьную программу. Подрыхтовка даёт тяжкая и кропотливая праца, якая займаёт шмат часу. Многие починали рыхтоваться некольких годов тому. Сирот удельников Республиканской Олимпиады по белорусской мове и литературе и замежные гости. Свои силы поспробуют наученцы из Литвы и Польши. Яны споборничают поза конкурсом. И нияких бонусов у адроззене от белорусских школьников у вынику перемоги не отрымают. Для их это просто цикавая подорожа у нашу краину, подчас якого яны познаёмятся с мовой и культурой Беларуси. Мы первый раз приехали на эту государственную олимпиаду на Беларусь. У нас там в Польше тоже есть белорусская олимпиада, але не такая она, как бы сказать, великая, как тут. Мне здаётся, николи не можем быть до конца выполненным в своих силах, але всё, что было махчимо, мы сделали. Подрыхтовали всё лучше, как можно. Так что будем ждать добрых выников. Проведение олимпиады организовано на базе областного института развития и адукации. Тут школьники до конца ты дня будут жить и споборничать. Угольный час им пропонуют экскурсии во установы культуры. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».